Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать, как выращивать глоксини и семян. Если вам понравилось видео, поставьте лайки, подпишитесь на мой канал. Чтобы посеять семена глоксини, сперва вам необходимо купить эти семена. Семена можно купить в любом цветочном магазине, в интернет-магазине. Я свои покупала на Вилберис. Также можно семена глоксини купить с рук. У них достаточно хорошая схожесть. Для посева нам понадобится контейнер, терфяные таблетки, вода. Вода обычная, чистая. Терфяные таблетки замачиваем и ждем. Пока таблетки у нас отмокают, давайте вскроем пакетики, посмотрим, что внутри. Я взяла семена глоксини от Саката. Данная марка славится хорошей всхожестью. По крайней мере, раньше была неплохая. Слегка отожмем терфяные таблетки и снимем оболочку. Грунт распределите равномерно по контейнеру, чтобы он ровным слоем лежал на дне контейнера. Обязательно обрызгайте его сверху с поляризатора. Я в воду добавляю эпин. Брызгаю всегда с эпином, когда сею семена. Если у вас несколько сортов семян глоксини, то обязательно подпишите каждые. Вскрываем наши контейнеры с семенами. Посмотрите, какие они маленькие. На самом деле, семена глоксини обработаны. Их ни в коем случае нельзя замачивать. Также сверху кладете на торф. Эта оболочка размокнет, и семена опустятся на торф. Семена настолько мелкие, как пыль, что вы их не увидите. И вот такие крупные марки, типа саката, они специально семена покрывают оболочкой, чтобы семечки стали намного крупнее, чтобы было удобнее сажать. Если вы будете покупать семена с рук, то там вот реально семена, как пыль. Их даже невозможно будет взять в руки. Они настолько мелкие. Если вы любите размножать глоксинию, вам нравится выращивать глоксинию, то посев семенами, это очень простой и легкий способ вырастить глоксинию. Обязательно увлажните семена, чтобы оболочка размякла, разбухла, и оттуда появились новые ростки. Я обычно сбрыскиваю до тех пор, чтобы оболочка сразу исчезла. Иногда, знаете, бывает так, что семена не могут зайти из-за оболочки, потому что в контейнере недостаточная влажность. Такое тоже бывает. Контейнер обязательно закрываем. Если у вас у контейнеров нет крышки, то можно натянуть целлофановый пакетик или что-то другое. Обязательно подпишите контейнер, какое число вы посеяли. Вот прошло 12 дней. Давайте посмотрим, что у нас выросло. В итоге было 10 семян, напомню. Итого. Из одного контейнера 3 семечка взошло, из другого 2 семечка взошло через ровно 12 дней. Семена еще маленькие, как видите, трогать их я не рекомендую. Пусть они растут, набирают массу. Я свои контейнеры с глоксинями храню на подсветке. У меня там лампы. Через месяц. Что у нас произошло через месяц? Как видите, подросли. Не все. Сеянец, который взошел последний, он не растет. Как видите, он немного болен, не знаю, что с ним, но он не растет. Вот такие глоксинии вырастают из семена. Я специально поставила для вас, чтобы вы видели, он скоро зацветет. А это глоксинии через 2 месяца. Ну, практически 2 месяца. Сегодня 3 сентября. Не хватило 5 дней. Но это не так важно. Не было времени рассадить, поэтому наши сеянцы очень сильно подросли. Их давно надо было распректировать. Ну, вот. Как видите, подсветки их немного не хватило. Они стояли на лампе 14 Вт. Им надо намного больше. Локсиния любит хорошее освещение. Им надо лампу на 18 Вт. Их пора уже пересаживать. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет много интересных видео про глоксинии и другие растения. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok